А помните, буквально днями обозревал я бритву, и по этой бритве я говорил о том, что клинки подобного форм-фактора и качества стали попадаются на разных каких-то решениях, а клинки все, ну, как близнецы-братья, получаются. При всем при этом обладают огромным потенциалом, повторю, огромным потенциалом. И тут на тебе, приходят свежие бритвы сегодня, и одна из них вот именно на таком клиночке. Обозреваем. Синтетика, всечки, натуральный перламутр. Прошу обратить внимание. И вот, пожалуйста, это у нас Тиер Рейзер Спэшал для чувствительной кожи непосредственно. Все остальное, я же говорю, ровно, ровно такое же. И по выборке, и по всему, по всему, по всему. Вот такая вот великолепнейшая вещь. Бритва тяжелая. Двадцать миллиметров ширина полотна. Другими словами, шесть восьмых. Прекрасная сталь. Ни раз, и ни два, ни десять, и ни двадцать, и ни пятьдесят, наверное, раз точил я такие решения. Очень, очень хорошо себя показывает в работе. Обратно точно так же. Очень хороший сталь. Вообще, забавно, кто на самом деле делает. Есть, конечно, у меня такие подозрения, что там имеет какая-то одна контора занимается этим выпуском. И просто скупаются у нее клинки. Но хуже они от этого не становятся. Классная бритва, классика. Это довоенная, это там двадцатые, ну, как максимум тридцатые годы. Двадцатого века, безусловно. То есть, плюс-минус сто лет. Подвинулись, открыли. Опля. А тут у нас журавлик. Причем, не простой, прошу заметить. Бритва новая абсолютно. Первый раз я вижу вот такую наклейку. Гарантированно полное ручное, как бы, полное ручное производство. Это у нас продель, в данном конкретном случае, буцефал. Опять же таки, для чувствительной кожи. Восемнадцать миллиметров ширина, другими словами, пять восьмых. Наверное, так все-таки будет правильно. Бритва абсолютно новая. Справедливости ради. Чтобы потом не было никаких сомнений в том, что я что-то от кого-то утаиваю. Вот здесь есть. Я на самом деле не пойму, что это такое. Либо это такой брак отливки. Трещина так распространяться не может. Но вот такая, будем так ее называть, царапинка. На звуке металла она никак себя не проявляет. Я тут смыкать не буду, потому что уже, как бы, естественно, бритва заточена. Но вот такая полосочка есть. Об этом, естественно. Но это, кстати сказать, единственный по бритве недочет. Во всем остальном бритва в идеале. Оправа. Причем это первая оправа с журавлем, с этим, с аистом, короче говоря. Из птичьей серии. Так нам всем, говорим, что полюбившиеся в свое время. Что оправка темненькая. Но зато такая под черепашку. Так, проверяем. В любом случае, возьмем параметры. Как и в любом другом случае, вот с этой птичьей серией, не знаю, никаких вопросов по стали у меня нет. Так я и не докопался до истины. К чему бы эта птаха. Но штука отменная. И в сухом остатке прекрасная вещь, как для первой бритвы. Я бы сказал так, назвал это все. Контора, название которой заключено в трех символах. А, С, Б. Понятия не имею, кто это, что это. Ле Магнитик. И это действительно Магнитик. Так, что у нас можно взять? Обо что попробоваться? Ну, действительно, она магнитится. Почему хороша для новичка? Прежде всего. У нее вот такая очень симпатичная кривизна режущей кромки. Другими словами, улыбочка. Очень круглый носик. Отличный размер. 6 восьмых. Бритва новая. Не пользованная. Вот такая выборочка. Вот такая. Она, в общем-то, и полная с одной стороны. С другой стороны, не слишком эластичный вот этот, самая тонкая часть лепестка. То есть, вероятность того, что чрезмерно передавится на ремне и как-то завалится кромка, такого не произойдет. Так, вот это чуть-чуть сдвинем безобразие. И обратно. Точно так же. Что еще можно сказать? А, единственный момент, поскольку оправка, она, естественно, времен таких несвежих, оправа кривит влево, соответственно, клинок кривит вправо. Попытался этот вопрос решить, но особо усердствовать не стал, поэтому проще. Как и с любой другой бритвой, что, в общем-то, всегда напоминаю о чем. Так это о том, что бритвы надо закрывать медленно. В этом случае, даже откровенно, в кривые оправы бритву вы зарядите без последствий. Другими словами, без повреждений режущей крови. Мне кажется, абсолютно смачная такая яркая и сочная троица предлагается вашему вниманию любая из этих бритв. 5 тысяч гривен, 3 тысячи гривен, вот это. Ну, у меня на этом пока все. Спасибо за внимание. Надеюсь, надолго не прощаемся. И до скорых встреч в эфире. Пока.